С наступлением холодов начинается по-настоящему горячий сезон. В первую очередь это связано с пожарами в частном секторе. В попытках предотвратить трагедии периодически МЧС проводят специальные кампании. Основное внимание – печному оборудованию и электропроводке. Несмотря на все меры, из года в год люди наступают на одни и те же грабли. Кто-то недолжным образом следит за состоянием отопительной системы, кто-то забывает о прописных истинах, а кто-то и вовсе наплевательски относится к своей безопасности. Также добавлю, что с начала года в Беларуси зарегистрировано более пяти с половиной тысяч возгораний в домах, подавляющее большинство из которых из-за неисправности отопительных приборов. Подробности в нашем следующем материале. А знаете, когда необходимо прекратить топку печи? Знаем. Когда? Когда очень погарит. Да? А можно ложиться спать, когда печка топится? Казалось бы, прописны истины. Но напомнить о правилах работы с печью – это не просто профилактика от МЧС, а жизненная необходимость. Об этом красноречиво говорит статистика. С наступлением холодов в стране учащаются случаи с возгоранием в домах. В этом году их уже более пяти с половиной тысяч. И в большинстве случаев из-за неисправности отопительных приборов. Топочный лист должен быть размерами 50 на 70 сантиметров. И ковер из негативных материалов надо немножко дальше отодвинуть его. Состояние дымохода, самой печи, наличие пожарного извещателя – рейды МЧС проходят по всей стране уже не первый год. Причем о подготовке к отопительному сезону владельцев домов предупреждают заранее. Очистить от сажи, заделать трещины глиной над песчаным раствором, проверить наличие притопочного листва нужных размеров. Необходимо напомнить, что не допускается перекал печи, и печь необходимо прекращать топить за два часа до отхода ко сну. Но, как показывает практика, некоторые правила забываются. Обычный вечер для семьи Бондаревых едва не закончился трагедией. Мама двух детей вытопила печь, приготовила ужин, закрыла заслонку. Но оказалось рано. Южку просто не открыли одну, там их две. Ну, сначала они разобрались, где она открывается. Ну, открыли, я поставила там готовить кушку. Ну, там плита есть, поставила готовить. Ну, все, я это все приготовила. Может, как я не досмотрела эти угольки. Но закрыли, не вовремя южку. Тут старшие трехи плохо становятся. Я замечаю, что уже по веке, что они начинают не так себя вести. В больницу малыши поступили с острым отравлением угарного газа. Впрочем, все обошлось. Девочки идут на поправку и скоро их отпустят домой. Врачи говорят, это счастливый финал истории. В то же время из-за подобных инцидентов гибнут десятки белорусов. Чуть-чуть. О! Ну, как вы, знаете, да? Наряду с печным оборудованием в МЧС также призывают обратить внимание на состояние электропроводки, наличие пожарных извещателей. Еще одна актуальная проблема – курение в постели. О своей безопасности должен позаботиться каждый самостоятельно. Это главное правило. Владимир Королев, Александр Камович. Зона Икс.